Доброе утро! Хотела вас сегодня ознакомить с основными видами негативно-энергоинформационного воздействия на организм человека. Что мы к ним относим? Это как бы кратко, но полезно и интересно, и об этом знать практически лучше каждому. К основным видам относятся прямой энергетический пробой ауры человека, также различные виды энергетических присосок к телу или ауре человека, далее энергетическое программирование человека на несвойственное ему поведение или образ жизни. Как, например, мне вчера написали, что человек просто очень агрессивно себя ведет со своей женой, и стало это у них уже в течение месяца. То есть энергетическая программа там задействована. Далее, и вложения также есть со стороны в энергетическое тело человека самостоятельной энергоинформационной сущности. Дальше мы к этому также относим проклятие. Проклятие относится к подключению энергетического тела к внешней, независимой и неуправляемой им энергетической сущности или структуре. Существует не один и не два, а сразу несколько видов внешнего негативного воздействия на организм человека. Опыт практической работы показывает практическая работа нескольких авторов. Здесь я объединила в одну. Чтобы вы знали, что в разное время человек может быть подвержен нескольким видам негативного воздействия. От этого бывает непонятное поведение, которое вот просто так грехами не назовешь. Последствия от воздействия различных причем видов негативной энергии могут накапливаться в организме человека и приводить к самым печальным результатам для здоровья. Особенно, когда человек это подавляет, подавляет гнев, подавляют обиды. Но это более психосоматика, а мы же говорим именно про энергетические пробои. Для понимания сути и оценки нейтрализации каждого вида требуется проведение вполне определенных конкретных действий со стороны пострадавшего человека. Часто при этом может потребоваться помощь энергетически сильного и обязательного чистого, доброго душой человека. То есть практик, который должен работать, если он возьмется за этого человечка, он должен быть чистым и душой, и сердцем. Теперь рассмотрим кратко воздействия и методы их нейтрализации. Значит, сглаз, он обычно наблюдается в верхней части ауры человека, вплоть до эфирного тела, на уровне пятой и шестой чакр. Прямой энергетический пробой в верхней части ауры человека, вплоть до эфирного тела, вызывает сильное рассеивание потоков энергии, идущих сверху вниз, в верхней части тела, особенно в районе головы. То есть идет отток творческой созидательной энергии вселенной от ауры человека, что вызывает притупленное сознание человека. При этом аура становится меньше по своим размерам в верхней части тела. Так, кто может нанести сглаз? Во-первых, это обыкновенные люди, у которых активность нижних чакр, первый, второй и третий, со временем начинает угасать. Это могут быть пожилые люди. Энергия верхних чакр остается еще достаточно сильной. А пожилые люди порой смотрят с тоскою на окружающих молодых, полных сил, женщин, мужчин и детей. Невольно, ну конечно это не все, невольно завидуют их молодости, и тем самым вольно и невольно наносят им энергетический пробой типа сглаза. Ну это чаще всего, да, а так в принципе любой, кто проходит и посмотрит, что вы как-то лучше, чем он, да. То есть сглаз можно сопоставить вообще-то с завистью. Так, во-вторых, кто может еще сглазит? Это могут быть также сами родители. Да, не удивляйтесь, если родители эмоционально разговаривают со своими детьми, и при этом тычут в них указательным пальцем своих рук, то происходит следующее. На относительно малой поверхности указательного пальца в такие моменты времени начинает концентрироваться и излучаться колоссальная эмоциональная энергия. Эта энергия излучается далеко вперед, на расстояние до двух метров, и может пробить насквозь ауру ребенка, находящегося перед эмоциональным родителем. В таком случае у ребенка возникает энергетический пробой, типа сглаза. То есть мы это просто называем сглаз. В-третьих, практически, кто еще может сглазить? Любой человек, начиная с начальника, заканчивая случайным прохожим, который эмоционально разговаривает с вами и при этом негативно относится к вашим словам, вашему внешнему виду, поведению. То есть сглаз может иметь место в самых разнообразных жизненных ситуациях. Это я хотела вам донести. Но если энергетическое поле человека сильное, плотное, то ему практически сглаз не страшен. Ибо энергия сглаза в общем случае невелика. При сглазе на его начальном этапе еще нет симптомов заболевания физического тела. Но его организм уже начинает сигнализировать об оттоке энергии из верхней части тела. Сам человек также начинает чувствовать, что с ним происходит что-то не то. При сглазе на человека находит некоторое отцепенение, он становится каким-то отсутствующим. Человек впадает в прострацию, уходит в себя, застывает внутренне. Необходимо быть внимательной к своему телу. Учиться замечать даже мелкие симптомы, о которых вы раньше думали и рассуждали примерно так. Но с сегодняшнего дня вы уже знаете о том, что через такие симптомы ваше тело сигнализирует вам. Примите меры. Что же это за симптомы? Это вам становится как-то не по себе. Вы не знаете, куда прислонить свою голову. Вам неудобно стоять, неудобно сидеть. Все это неспроста. Ваше тело раньше, чем ваш разум, начинает ощущать дискомфорт от внешнего негативного энергетического воздействия. Больше обращайте внимание на свое общее состояние. Доверяйте своим ощущениям. И тогда ваше сознание и ваше тело подскажут вам, где находится чужое энергетическое воздействие на ваш организм. Потому что вслед за сглазом может последовать целый букет болезней, типа нейродермит, псориаз, вегетососудистая дистония, опухоли. При диагностике руками, кто умеет это делать, то есть в зоне сглаза обнаруживается отсутствие упругости энергетического поля. Как будто руки так проваливаются мягко. Рука диагностирующего как бы проваливается в пустоту. То есть целое тело и руки хоп ушли. Как можно самостоятельно снять сглаз? Это вам тоже расскажу. Может быть, здесь в принципе-то я не смогу вам показать руками, как эта работа делается. Но когда ко мне придут, в принципе, человек с инсультом приходил, там просто по половине тела отсутствие, просто пустота, отсутствие ауры. Но очень тяжело работать. Получится, третьего человека, когда позову, будут держать камеру тогда. Ну, посмотрим. Покажу вам на практике. Так, ну, чтобы вы умели что-то сделать. Самый первый способ снятия – сбросить себя усилением воли состояния оцепенения. Мысленно вернуть себя в нормальное состояние вашего тела. Это силой мысли. Второй способ снятия сглаза – представить себе, как сверху на вас опускается огромный поток ослепительно-белой энергии Вселенной. Это очень мощный поток энергии. Под действием этого потока энергия растворяется и вымывается из тела и ауры вся чужеродная негативная энергия. Вы можете подключить как бы некоторые из видов медитации. Либо в медитацию вы делаете наполнение себя светом, либо вот чисто сохранив текст, да, сфотографировав, распечатав, делать. Кроме того, представьте себе, как ваше тело через седьмую чакру, то есть на макушке головы, начинает поступать часть потока ослепительно-белой энергии Вселенной. Эта энергия постепенно наполняет тело человека, то есть ваше, да, и когда вы это и будете делать. А остатки ослепительно-белой энергии выходят, буквально выливаются наружу через первую чакру, то есть в самый низ, например. Так, значит, первая чакра, потом третья и вторая. В общем, вот из вас как бы выходит тот же поток света, который зашел. Это займет где-то 5-10 минут, и тогда энергетический пробой закроется сам собою, он просто исчезнет. Это самый простой способ снятия пробоя. Если величина сглаза более мощная, тогда следует использовать третий способ. А третий способ, он заключается в восстановлении целостности энергетической оболочки тела в районе сглаза именно при помощи управления размерами вот этого поля. Для этого необходимо с помощью человека, который вам дает эту технику, либо вот вы будете делать, разучить 2-3 упражнения по ощущению и управлению своим эфирным телом. Эфирное тело, как известно, это энергоинформационный двойник физического тела. Именно через эфирное тело сознание человека напрямую связано с телом физическим. Эфирное тело обладает способностью самостоятельно контролировать и управлять процессы восстановления целостности физического тела. Эфирное тело обладает также способностью к самовосстановлению. После отработки упражнений по ощущению и управлению эфирным телом, можно перейти к следующему этапу. То есть это также все делается поэтапно. Мысленно увеличивайте размеры своего эфирного тела и заполняйте энергией эфирного тела всю область над верхней частью тела. Выполняйте это упражнение несколько раз в день по 5-10 минут за один подход. Через где-то максимум 5 дней у вас появится четкое ощущение того, что ваша энергия полностью восстановилась и ушли все симптомы проявления сглаза. Даже чувство тревоги проходит. Может быть голосом вам сложно запомнить все эти упражнения, можете перемотать, либо я напечатаю все-таки этот пост еще. Снятие сглаза с грудного ребенка. Смотрите, он маленький, там до года, вот пусть там месяц, два, три. У грудного ребенка сглаз внешне проявляется в виде беспричинного плача после того, как на него просто посмотрел чужой человек. Сильной энергетикой. То есть этот человек посмотрел, но он не из плохого посмотрел, он не знал, что он пробил. Что мы делаем с плачущим ребенком? В этом случае мама ребенка должна набрать немного теплой воды в рот и слегка опрыскнуть ребенка этой водой. Далее маме следует прижать ребенка к груди и представить, как ее аура увеличивается в размерах. Заполняет ауру ребенка и выдавливает из нее чужую энергию глаза. Практика показывает, что на это может уйти буквально несколько минут. Ну, некоторые рассказывали мне про воду три раза через ручку дверей делаешь, ну, как бы через ручку переливаешь воду со стакана в стакан, потом умываешь. Я не знаю, у всех работает, у меня не работает. Поэтому я более глубоко искала методы, которые рабочие, и вот вам поэтому сейчас рассказываю. Энергетические присоски к аурии человека, да, а это вампиризм, он проявляется на эфирном теле человека в виде энергетических присосок. Ну, это можно увидеть от неизвестной какой-то сущности низкого уровня. Энергетические присоски, как правило, возникают в районе двух нижних чакр, второй и третий. При этом человек ощущает сильную потерю энергии. Невидимая простым глазом энергетическая присоска постоянно выкачивает из человека его жизненную энергию. Как правило, это происходит с потоком жизненной энергии, идущим от земли, снизу вверх. При этом аура человека в районе его талии становится менее плотной. То есть, да, чувствуете, талия поползла, значит, вторая и третья чакра с ней эффективно работать. Уменьшаются или увеличиваются также ее внешние размеры. В такой ситуации человек начинает постоянно терять свою физическую силу и энергию. Он может либо похудеть, либо поправиться. Резко ухудшается настроение, появляется слабость, как будто человек только что проделал тяжелую физическую работу. Типа копал канаву, разгружал вагон с мешками картошки или цемента. То есть, дикая усталость. На самом деле, все выглядит гораздо проще. Например, произошла встреча одной женщины с ее приятельностью, и они немного поболтали. Приятельница позавидовала красоте, молодости, жизненному успеху этой женщины. А как результат этого всего, к телу женщины прочно подключилась чужая зависть в виде энергетической присоски. В такой ситуации тело человека начинает сигнализировать. Помогите. Ну, знаете, это стандартный случай. Встретила подругу. Но очень много есть мужчин, которые, поговорив с женщиной, думают и намерены. Вы не думайте, что зависть, глаз, он идет только от женщин. От мужчин тоже идет. Например, он бы хотел рядом с собой такую женщину, но не хочет ее постоянно, но хочет ее на один раз. А она рядом с другим мужчиной. Он думает, чем он лучше меня, но смотрит на эту женщину, и она пробивается с глазом. С глаз на начальной стадии можно сравнить с насморком. Вот у меня, кстати, сейчас нос заложен, но это другое. Только с глаз он энергетический. То есть это его начальная стадия насморк. Если его снимать, лечить, он пройдет за 7 дней. Если нет, неделя. Если мы дальше не лечим насморк, что происходит? Или он сам иммунитетом не борется? Что происходит? Осложнение, да? Мы в самом тяжелом случае принимаем или колем антибиотики, да? То есть здесь на энергиях очень большая, объемная работа. И она никуда не девается. Либо человек вот этими упражнениями, возможно, уберет вот этот пробой. Но, насколько я знаю, очень многие люди не думали об этом до сегодняшнего дня. И вот эти пробои, они не чувствуются. Но эти пробои, они наслаиваются. И потом у человека летит работа, летит здоровье. И много чего летит. А все начинается со сглаза. Если даже неосознанно человек идет в солярий выжигать, да? Там что-то идет физически, спортом занимается. Тем самым он прокачивает какой-то из центров чакровых. Это уже хорошо. То есть неосознанно мы понимаем, что нам нужно. И двигаемся. Ну и, пожалуй, это на сейчас вам хватит. Более чем достаточно сильная информация. Напечатанный текст я обязательно вложу. Вы его распечатайте, кому надо. Ну и пользуйтесь его благом. Всем хорошего настроения. Я с вами. С любовью, ваша Каролина.